Всем привет! С вами Газингорные вершины и я Андрей. Заканчивается горнолыжный сезон. Скоро нам придется убрать наши лыжи, ботинки и нашу одежду в шкафы, кладовки, гаражи и так далее. И сегодня я вам расскажу, как правильно подготовить ваш инвентарь к сезонному хранению. Ну и начнем мы, пожалуй, с ботинок. Итак, чтобы ботинки у вас не испортились и хорошо перезимовали лето, их нужно прежде всего хорошенечко просушить. Для этого нам нужно извлечь из ботинка внутренник. На нашем канале уже было более подробное видео, как правильно извлечь внутренник из ботинка. Сейчас просто коротенько расскажу, что же нужно делать. Растегиваем наш ботинок и, собственно, легким движением руки достаем внутренник. Внутренник можно просушить либо просто на батарее, либо использовать сушилку для обуви, которую можно приобрести в любом фикс прайсе. Пока сушится внутренник, внешняя скорлупа тоже просохнет и вся влага из нее испарится. После того, как у нас все высохло, нужно вставить внутренник обратно в ботинок. Делаем из руки гуся, вставляем его во внутренний ботинок и легким движением руки вставляем внутренник обратно. Стоит обратить внимание на важный момент, ботинок нужно обязательно застегнуть, иначе пластик верхней части ботинка у вас примет вот такую вот форму, и вам в начале сезона будет его очень сложно застегнуть. Поэтому мы его аккуратненько застегиваем и убираем в шкаф. Ну и понятно, что эту операцию нужно сделать с двумя ботинками. Ну и далее мы переходим к подготовке лыж к сезонному хранению. Что же нам нужно сделать с лыжами? Ну, прежде всего, их нужно, конечно, подготовить. Если необходимо заточить кант, лучше это сделать в конце сезона, чтобы в начале сезона этим не заниматься, а также шлифовать скользящую поверхность и при помощи утюжка нанести базовый парафин на скользящую поверхность лыжи. Парафин на скользящую поверхность мы наносим толстым слоем и оставляем его в течение всего лета. Парафин, который нанесен на скользящую поверхность, будет ее предохранять, во-первых, от механических каких-то повреждений, а во-вторых, от высыхания. И перед сезоном осенью вам останется его только снять, обработать финишной щеткой и ехать на склон кататься. Крепление. Что мы делаем с креплением? Для того, чтобы наши крепления служили дольше, на период, пока они не будут использоваться, то есть на летний период, лучше снять напряжение с пружины, а именно выкрутить ее в ноль. Сейчас покажу, как это делается. Для этого нам понадобится отвертка, шлицевая или крестовая, в зависимости от того, какой регулировочный винт у вас на креплении. Прежде чем ослаблять пружину, желательно запомнить то значение, которое у вас стоит. Если не можете запомнить, можно просто взять телефон и сфотографировать. На нашем канале уже выходило видео, как правильно отрегулировать, настроить крепление. Можете добавить его в закладки. Итак, что мы делаем? Берем отвертку, поднимаем пятку креплений и выкручиваем регулировочный винт против часовой стрелки до упора. Ту же самую операцию мы проделываем на голове креплений. На большинстве моделей креплений у пружины, которая присутствует на голове, нет как такового упора, поэтому мы просто ослабляем до минимального значения на шкале. По сути, больше делать ничего не надо. Эти нехитрые операции продлят жизнь вашим лыжам и сделают их сезонное хранение счастливым и комфортным. Что касается шлемаков, здесь тоже все достаточно просто. Надо ослабить все регулировочные фичи. Если у вас, например, шлем Custom Aver Salomon, то сдуть эту систему, выпустить из нее воздух. Ну, снять внутреннюю подкладку при необходимости, постирать, просушить и убрать, чтобы осенью все это свеженькое, достать из шкафа и довольным поехать на склад. Ну и что касается одежды, здесь тоже все достаточно просто. Понятное дело, что ее надо постирать, но постирать непросто. Горнолыжная одежда стирается именно специальным средством для стирки мембранных тканей. Оно продается, оно доступно и оно сохраняет структуру мембранной ткани, в отличие от косметических морщик средств, порошков и так далее, которые мембрана убивают. Вот, собственно, все основные моменты, касаемые подготовки к хранению вашего снаряжения и инвентаря. Но не стоит отчаиваться, уже близок велосипедный сезон, скоро лето, поэтому готовим горные велосипеды к сезону. Горы от нас никуда не деваются. Конечно же, как всегда, не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки. Ну, а с вами был магазин Горные вершины, я Андрей. Всем пока! А что вы думаете, летом никто не катается на горных лыжах? В Кировск, например, там отличный снег. До когда там? До середины июня там вообще каталка, причем вот такая, белые ночи, все классно. В Москве есть снежком, есть вот этот вот холодильник, да, там тоже можно кататься. Крытая горнолыжа. В принципе, лыж-то можно и не зачехлять вообще, как бы кататься круглый год. Продолжение следует...